Вадим, здравствуйте! 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 Я сегодня расскажу вам о нашем проекте, который мы осуществили в одном промышленном предприятии пару лет назад. В общем, проект касался компании, которая искала для своих сотрудников решение, позволяющее оперативно предоставлять актуальную информацию о движении автобусов, о расписании, о остановках, возможных посадок и высадок пассажиров. Компания со штатом сотрудников более 3,5 тысяч человек. Завод компании находится в нескольких километрах от города. В компании утвержден график и список более 250 служебных маршрутов, которые как доставляли сотрудников из дома на работу, так и осуществляли маршруты внутри завода. В общем, основная проблема у заказчика заключалась в том, что большинство сотрудников компании были приезжие и особенно на начальном этапе плохо знакомы с городом, с инфраструктурой. Поэтому для того, чтобы повысить дисциплину, повысить лояльность компании, заказчикам искалась платформа, позволяющая предоставить эти данные. На тот момент мы подумали, что локатор Нимбоса может закрыть все потребности заказчика и предложили тестовую эксплуатацию для клиента, по итогам которой он бы мог принять положительное решение дальнейшим ее использованием. В общем, основные сложности, которые у нас возникли на этом этапе, можно разделить на два блока. Это полнота, актуальность полученных данных от заказчика и второе – ограничение платформы именно для заказных автобусов. По первому блоку, какие проблемы у нас возникли? Первое – это несоответствие утвержденных маршрутов, которые были у заказчика, с реальным движением автобусов по городу. Второй момент связан с отсутствием расписания посещения промежуточных остановок. И третья проблема – с наличием у заказчика наименования остановок, которые не соответствуют официальным наименованиям остановок, что мы могли бы найти в открытых источниках, скажем, в Дуагиз. Всю недостающую информацию мы получали из виолона, из реальных треков. Оттуда же мы брали среднее время посещения остановок, промежуточных остановок. По наименованию установок в итоге нам заказчик скинул карту с их наименованиями, мы уже их соотнесли с официальным названием. По второму блоку – ограничение платформы для заказных автобусов. Я напомню, наверное, говорю, что мы внедряли этот проект еще до всех глобальных и неглобальных обновлений НИМБАСа. И на тот момент, наверное, НИМБАС в большей мере был заточен под общегородские регулярные перевозки, а не под маршруты служебного транспорта. Поэтому одна из проблем, может быть, на первый взгляд она покажется незначительной, была связана с ограниченным количеством символов в нумерации автобусов. Как вы помните, изначально возможно было вносить только четыре символа в номер маршрута, что, в общем-то, достаточно для общегородского регулярного маршрута. Но у нашего заказчика количество символов доходило до 7-8 и включало различные спецсимволы, буквы, которые характеризовали время движения автобуса, день его движения, там, выходной либо рабочий день. В общем, и избежать этого было никак нельзя, так как наименование маршрутов были утверждены знакомым пассажирам. И, конечно, пассажиры хотели видеть их и в локаторе. Вторая техническая проблема была связана с слоями карт. На первом этапе в локаторе Nimbus была карта только ОСМ. И это носило не системный характер, но периодически по какой-то причине она довольно долго загружалась, что также вносило неудобства в пользование локатором. Я скажу, что локатор это, в общем-то, был основным продуктом, который хотел использовать заказчик. И третий момент был связан с логикой назначения автобуса на новый маршрут. Дело в том, что первоначально в Nimbus при, так скажем, недоезде автобуса до конечной остановки сохранялся в течение часа еще старый номер маршрута. Это, наверное, тоже правильно для общегородских маршрутов, потому что мы понимаем, что автобус ездит по одному и тому же маршруту от начальной до конечной остановки. Но в заказных автобусах нередко случаи, особенно при развозе пассажиров от предприятия до дома, когда все пассажиры уже вышли, и водителю нет никакой необходимости доезжать, гнать автобус до конечной остановки. Он возвращает его обратно на предприятие и ждет начала следующего маршрута. Так вот, старый номер сохранялся еще в течение часа, в то время как автобус уже ехал по новому маршруту. Кто-то, конечно, вносил определенную путаницу. Все эти пожелания мы, конечно же, адресовали разработчикам, потому что самостоятельно никакие изменения внести не могли. И к нашей большой радости большинство из них, а может быть даже практически все, были внесены достаточно оперативно в Nimbus. Наверное, именно на этом этапе мы оценили форум, через который общались с разработчиками, как достаточно эффективный инструмент по добавлению пожеланий наших клиентов. Следующий этап был непосредственно само тестирование. Для удобства мы сделали короткую ссылку на локатор. Также были расклеены листовки на территории предприятия с QR-кодами на ссылку. Все это было сделано для того, чтобы как можно больше количества сотрудников воспользовались этим продуктом. Тестирование шло примерно 6 месяцев. В процессе этого тестирования Nimbus получил новый функционал. Весь этот функционал, конечно, был добавлен разработчиками. Это введены новые слои карт. Одно из важных, наверное, новшеств – новая сортировка маршрутов. До наших пожеланий сортировка маршрутов по каждой остановке проходила в порядке возрастания номера маршрута, что, конечно, было неудобно для пассажира. Мы предложили ввести сортировку от ближайшего автобуса, который приближался к остановке, до самого далекого. Это, конечно, давало пассажиру больше удобства в поиске нужного маршрута. Также была изменена логика при пропуске последней остановки. Мы увеличили в последующем количество символов маршрутов. Ну и было много других, так скажем, незначительных улучшений, о которых я уже не буду говорить. По итогам шести месяцев заказчик принял проект как успешным и растиражировал нам другие свои предприятия в остальных городах присутствия. Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо большое, Вадим, за ваш интересный рассказ и за то, что поделились своим опытом со своими коллегами, в общем-то, пускай даже и онлайн. И я очень надеюсь, что другие интеграторы вдохновятся этим опытом и тоже попробуют внедрить что-то похожее для каких-то своих уже заказчиков. Ну, а владельцы бизнесов поймут, что вот так вот эффективно можно организовать перевозку сотрудников. У нас есть еще вопрос к вам. Вадим, подскажите, пожалуйста, на основе каких показателей заказчик посчитал тестирование проекта успешным? Ну, были очевидны показатели, которые вот на этом слайде, как вы видите, указаны. Также мы ежесуточно определяли количество обращений к ссылке локатора среди сотрудников предприятия. В пиковые дни доходило до тысячи обращений, что, конечно, составляло значительную долю от общего числа сотрудников. Если убрать еще тех сотрудников из этой статистики, которые добирались до предприятия, используя личный транспорт, то доля тех сотрудников, которые пользовались продуктом программы, была еще больше. На основе вот этих показателей, в общем-то, и было принято решение о дальнейшем использовании программы. Понятно. Спасибо большое. Действительно, результаты впечатляют. И мне лично, как менеджеру по продукту Нимбас, очень приятно, конечно, всегда слышать о проектах. И я хорошо помню ваши запросы на доработки. И большое вам спасибо за активность и за использование форума. Нам тоже важно знать вашу обратную связь, чтобы развиваться в дальнейшем. Еще раз спасибо вам огромное за сегодняшнее выступление и до новых встреч. Спасибо вам, что пригласили. Всего доброго.